Маленькой Нике около трех лет. Девочка плохо говорит и немного опасается взрослых. Сейчас Ника уже накормлена и находится в теплом помещении. А еще два дня назад ребенок мог погибнуть. Девочку нашли на берегу водохранилища в Алексеевском лугопарке в одних трусиках. Мне позвонили подружка, сказала, чтобы я приехала на Алексеевку. Я говорю, зачем? Она говорит, Ира, тут твои подруги Яна ребенка бросила на речке. Она уже бросала своих детей, бросила ребенка. Приедь, забери, она раздета, плачет, побили ее. Мама била тебя? Била. Она была в одних трусах, грязная, волосы засмоктанные, ноги синие. Ирина рассказывает, маму ребенка знают давно. У женщины трое детей, она нигде не работала, вела социальный образ жизни. Старших ее детей уже забрали родственники. А вот самая маленькая, Ника, жила с мамой и ее сожителем. Я пыталась ее найти, но это бесполезно. Она их постоянно бросает. Ей уже много раз говорили, заберем, или отдай их в интернат, или в детдом, или как-то соображай головой, что ты делаешь. Ну, бесполезный вариант. Женщина признается, больше суток пыталась найти маму Ники. Однако, когда женщина не объявилась, не зная, что делать с девочкой, обратилась за помощью к друзьям, у которых есть ребенок. Ира перепугана, говорит, Тонь, помоги, я не знаю, что делать, у меня никогда детей не было. Я ее спросила, девочку, как тебя зовут, она говорит, Ника. Я спрашиваю, где мама? Она говорит, работает, типа работает. Мама обижала? Да, мама обижала. Мы начали ее раздевать, она говорит, она хочет пописать. Мы ее раздеваем, там, конечно, страшно. Мы ее помазали, мазали, шумали. Но ребенок не подпускал к себе никого. Попа синяя, там видно, что были побои. На ножке синяк есть. Уже утром, накормив и отогрев ребенка, Ирина обратилась к правозащитникам, которые, узнав обстоятельства, вызвали правоохранителей и медиков. Харьковская. А язычок высуни. По данному адресу, по улице Котлова 68, граждане нашли ребенка, который находился на набережной в районе парка Аризоны. Они сообщили о находке с данного адреса, после чего прибыла патрульная полиция. На данный момент вызвана следственная оперативная группа, которая в дальнейшем будет заниматься уже на сети РДР и будет криминальная провальщина. Сейчас ребенка забрали в больницу для дальнейшего обследования. Правоохранители начали поиски горя мамаши. После того, как ее найдут, будет приниматься решение о квалификации этого происшествия. Александра Новоселова, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.